Я зачитаю, при том, что, если я правильно понимаю, это у нас разные люди из различных региоров, но одинаковое сообщение пришло и на рабочий WhatsApp, и также в мой телеграм-канал, где можно комментировать, где можно оставлять ссылки. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как ешь. Он над нами издевался, но сумасшедший, что же возьмешь? Высоцкий. Вы видите, у людей одинаковые ассоциации, стихи подходят, конечно же, подходят. Но мы тему закрыли, я просто считаю, давайте так, чтобы подвести тему, почему важно, я считаю, освещение интервью Билда с Зеленским, потому что я считаю, что первый пошел. Первый пошел в смысле, это не свойственно, даже мягко намекать, что Зеленский не вменяшка. Вот так вот. А тут Билд как-то так, знаете, аккуратно, по-европейски, там, как они умеют, за жимочками. Ну, не смогли они спрятать. Ну, видео можно посмотреть, понятно. И я не буду выставлять видео, 20, сколько минут, 21 минуту это видео с Зеленским. Сам факт того, первый пошел. Сомневаться в Зеленском, Запад будет неоднократно. И, понимаете, опять же, система управления тем, что называют Украину с точки зрения государства, с точки зрения аппарата президента, ну, поверьте мне, все все понимают. И Зеленский подходит не на эту роль, а на эту функцию, я бы сказал так. Роль это роль, это я понимаю, и вы понимаете, что это. Это функция. А теперь вдруг, представьте себе, что он вдруг начнет строптивиться. Ну, потому что он лобилен. И нужен другой Зеленский. Так что, те, кто отслеживает, и те, кто понимает, вот в команде Зеленского в Германии есть люди, которые действительно читают и понимают вот этот тонкий немецкий язык. Они скажут, слушай, что-то они-то бы не на том, они внимание акцентировали. Нужно либо поведение подправить надо, то ли, вы знаете, я говорю, что первый пошел в контексте, а Зеленскому замену могут уже искать. Я на полном серьезе. Ведь украинское наступление с немецкими леопардами, и много кто предлагает, вот давайте их выставим где-нибудь напротив посольства в Москве. Нет, давайте их отдадим тем, кто изучает слабые места. И это важно. А дальше делать из этого какое-то шоу или не делать шоу, я не берусь решать. Меня, если честно, не очень приколол подбитый танк в Берлине. Его цветами украсили, вокруг него было много что и как. Уже если делать перформансы, то, наверное, как-то по-другому и в других местах. Просто у посольства кого? Американцев поставить или немцев? А смысл? А зачем? Ну, в принципе, я бы по-другому все это сделала. Напряженная атмосфера в билатеральных отношениях. Немцы высылают российских дипломатов, Россия сокращает немецких дипломатов. Демарш со стороны Франции, со стороны стран Прибалтики. Сейчас идет достаточно сильно разрушение. Вы знаете, смотреть даже некому на это будет. Разрушение двухсторонних отношений дипломатических. И дверь, которая там, часто говорят, окно было прорублено в Европу. На самом деле не так, не так. Есть и другая версия событий. Да не Петр окно в Европу прорубил. Да не правда это. Это Европа Петром, после того, как он вернулся из Голландии, прорубила лаз в Русь-матушку. И вот этот лаз, который Петром прорубили, вот сейчас он потом вырос в большой туннель, большой дверь. Большая туннель, в том числе, имела трубу Северный поток. Эта дверь медленно закрывается. Очень сильно закрывается. И то, как истерично стараются ее закрыть, я могу сказать, что в некоторых странах Европы охота на ведьм уникальнейшая. То есть, такого не было никогда в Европе. Может быть, было в Средневековье, да мы не знаем. Не сохранилась в Твиттере и в Фейсбуке запись. А вот с точки зрения того, что сейчас происходит, прям какая-то паника. Я иногда задумываюсь о том, что, в принципе, это не стратегические вещи. Это кто-то боится русского духа, русского мышления, русского подхода. И вот на днях видел документальный фильм. И в том числе показали баню в окопах. Ну вот, у людей баня в окопе. Чисто русская. Потому что в то времена, когда непонятные русские бани строили, ходили, парились. И рожи красные, распаренные. Как всегда после бани. А вот на Западе палочки эстетические придумывали с украшениями, чтобы под париком места, которые в шипах покусали, почесывать. Очень эстетично, очень красиво. Мне кажется, вот это и есть взаимоотношения. И закрывая дверь, мы закрываем себя от вшей. Ну, исторически там, не знаю, наверное, лет через 10 будет полностью виртуальные прогулки. Доступные уже вообще по всей точке планеты. То есть, чтобы посмотреть архитектуру, достопримечательности. Даже не надо будет вообще из квартиры выходить. Конечно, по-живому оно интересней. Но не все в Парижах были, не все в Венециях катались на гондолах. А вот с точки зрения ментальности, прям какой-то панический страх. И сговор определенных МИДов, Министерства иностранных дел, они там встречаются на посидушках. В том дах ты смотришь, там в течение двух недель предприняли все какие-то одинаковые события. И такой флешмобчик запустили. И вопрос возникает, а оно нам нужно? Часто в этот разговор идет, нужно ли вообще какие-то отношения поддерживать с Европой экономически. Ну, нужен ли еще контакт с какими-то концернами, которые были стабильны, что-то поставляли. А нужно ли или их место все-таки нужно резко заменять, восстанавливать для того, чтобы у нас не было сбоя. Начиная от того, чтобы лифты нормально ходили, заканчивая, чтобы машины нормально ездили. Ну, есть же еще и станки, есть медицина. Конечно, замещать надо. Потому что так нельзя, что ты стоишь в очереди с протянутой рукой, они тебе дадут или не дадут. Нет. Спасибо. Надо иметь либо свое, либо найти, где купить в крайнем случае. И дверь сильно закрывается, и щелочки, которые есть, вот мне сбросили такую информацию интересную. Да, Мария? Вы смотрели ее по поводу Польши? А, по поводу Польши, да, да. Это интересный тоже тренд, не тренд, или это какое-то просто отдельно взятое мнение. Прочитаю, да, его? Давайте. Вот новость такая пришла, что в Польше планируют создать политическое движение, которое будет пытаться наладить дружеские отношения с Россией. Вот уж от кого, от кого, от Польши не ожидали такой инициативы. Сообщил об этом в Твиттер политолог Лешек Сыкульский. Да, он написал, что мы решили вместе с польским антивоенным движением создать некое политическое формирование, которое будет открыто, не пряча головы в песок, стремиться к установлению дружеских отношений с Россией. И первые шаги навстречу Москве, новое формирование планируют предпринять уже этой осенью. Вот смотрите, Мария, я сейчас в присутствии радиослушателей с вами попробую подискутировать, но очень на короткую тему. Очень коротко, я думаю, очень быстро вы согласитесь с моей позицией. Вы сказали вот что-что, а от Польши не ожидали. Уж от кого, от кого. Я понимаю, там какая-нибудь Италия, ну что-то такое, но не от Польши. А вот я с вами не соглашусь. Я с вами не соглашусь с формулировкой. Вы говорите от Польши, а от польского народа. То есть это скорее голос народа? Когда мы говорим о Германии, то решение за Германию принимает, например, очень узкая группка. Ну давайте вот коротко введу вас в курс в Германии. Представьте себе, что вот во многих домохозяйствах есть отопительное оборудование в виде котла дома. Я думаю, многие знают или даже кто не знает, кто-то понимает, что такое у тебя котел. И котел, он заправляется специальной там мазута, там специальная жидкость, есть газовые котлы тоже. И подача это огромнейший бойлер, который обеспечивает и тепло в квартире, и теплую воду. И вот представьте себе, на уровне правительства глобально по всей стране запрещают котлы, которые используют мазут. Это значит, каждое домохозяйство, у кого этот котел обновленный 2-3 года, у кого котел этот 10 лет стоит, но он еще 20 простоит. Должны все поменять, потому что правительство так решило. И очень просто. Вам говорят, с какого времени в этот котел больше невозможно будет залить топливо. То есть тот мазут, который вы привыкли покупать, больше будет запрещен к поставке. И вам говорят, купите новый. Кстати, вам за старый дадут такую-то сумму, запрягитесь в новый кредит. Вот там очень такие нормальные цены, вы потянете ежемесячную выплату, но это на уровне закона. Этот закон принимают под давлением зеленых, у которых по опросу, просто чтобы всем понимать, в Германии абсолютно новые опросы, социальные опросы показывают, что партия Альтернатива для Германии и партия Шольца, то есть действующего канцлера Германии, социал-демократов и Альтернатива для Германии, и та, и другая имеют по 18%. Зеленые, которые входят в коалицию правительства, они внизу. Любят рассказ про демократию, я часто говорю, репрезентативная демократия и форма демократии, это на самом деле подтасовка. Это не демократия в той форме, в которой она должна быть идеальной или там не идеальной, хоть в каком-то виде. Это подтасовка технологий, в которой на определенный период времени управлением госчиновниками, которые очень многие вещи решают, захватывает какая-то группировка. И в этой группировке не профессионалы, но там есть лоббисты. Для меня это нормально, это 2 плюс 2. Схема по поводу котлов, вот замена котлов, значит кто-то эти котлы новые выпускает, новую систему обогрева. Представляете, законодательно, вот в каждом доме нужно поменять. И зеленые это пролобируют. Для меня это схема коррупционная, которая очень красиво, и зеленые не один раз это делали, субсидии для ветряков, субсидии для солнечных батарей. Потом выясняется, что когда субсидии заканчиваются, 60 фирм банкроты в один день, и выясняется, что все эти фирмы имеют отношение к ближайшему кругу зеленых. И из-за коррупции ближайшего помощника, друга вице-канцлера Германии Хабека выгнали стреском и требовали, чтобы и вице-канцлер Хабек ушел в отставку, потому что в министерстве на всех ключевых постах такой семейный клан сидел. И когда мы говорим о Германии, вот этот узкий клан по опросам, который меньше представляет сегодня голосов по Германии, имеет возможность принимать решение. Но это Германия, а народ, который избирает другую партию. Я к чему это? Когда мы говорим Польша, то мы подразумеваем в принципе решение на государственном уровне. Есть польский народ, есть немецкий народ. И конфронтация, вот например в интервью со мной по поводу бомбить Германию, ну там же мои друзья, там же мои родственники в конце концов, или не бомбить Германию, или только завод, который может стать законной целью в случае эскалации отношений, а также, ну с точки зрения как аналитики, я говорю, конечно может быть. Конечно такое может быть. И тогда кто несет ответственность вообще за определенные вещи? Народ не несет ответственность за то, что немецкое приставо поставляет леопарды. Как они могут сейчас повлиять? На демонстрации выйти? Как они могут повлиять? Они могут сейчас антивоенные демонстрации, антивоенную коалицию запустить в виде чего? Как? Вот они объединяются, выходят на демонстрацию, а потом выясняется, все организаторы демонстрации находятся под колпаком у Мюллера. То есть спецорганы начинают заниматься проверкой. Обвинения в экстремизме иногда звучат. И человек убежденный антифашист, человек убежденный антифашист и еще против войны, а у него суд на суде. Он в принципе на адвокатах только теперь работает, на адвокатов. И вот эта вот машина, система, вот говорит вся Германия, я иногда часто говорю тоже Германия, вот из Германии, вроде как понятен концепт. Значит, по поводу Польши. Это не Польша принимает определенные решения. И в Польше, я знаю, огромное количество людей, которые, если не пророссийские, в контексте, ну, давайте с русскими поддержите отношения, они точно не хотят войны с Россией. И это большинство, я считаю, населения в Польше не хочет войны с Россией. По одной простой причине. У них историческая память есть. Они прекрасно понимают, чем закончится, как и что. Плюс, мало того, поляки более подвижны в сети, в интернете, по распространению информации, они больше знакомы, например, чем французы с технологиями российской армии. То есть, то, что на вооружении в России, поляки больше знают, чем французы. Если попробовать с вами сделать опрос на улицах Евросоюза, там от Варшавы до Лиссабона, и спрашивать, знаете ли вы, что такое кинжал, что такое сармат, какая защитная сила, то поляки, я думаю, чаще и больше будут знать об этом, чем французы или португальцы. Так получилось просто. И вот, что касается мирных инициатив или там фунда, вы знаете, когда кто-то заявляет в Польше, что он требует определенных вещей, в том числе создания определенных движений и будет открыто и честно говорить. Лешик, между прочим, Секульский, он был и консультантом в свое время у президента Польши. И он не скрывал никогда своей прорусской позиции, все, что я могу сказать. И в Германии точно так же есть люди, наверное, их надо как-то соединить, если Вести ФМ этому эфиру как-то поспособствует. Я буду только рад, потому что это тоже люди, которые настроены, а, про русский, б, они против войны. Они против поставок оружия со стороны Запада и против разжигания вот этих векторов, в которых мышление войны становится доминирующим. Эта модель, она еще с гитлеровских времен. У нас будут лишения, но они должны быть, потому что мы должны повоевать против жидов и большевиков. Так звучала фашистская Германия. Они шли освобождать европейский континент, высшая раса. Вы думаете, они себя высшей расой сегодня не чувствуют? В смысле цивилизации. Так у нас Баррель подтвердил, что он высшая раса. По крайней мере, он себя так чувствует. Ну вот палочку ему надо прислать в подарочек, чтобы он вшей почесал в одном месте. Политических вшей, которые у него там под париком демократии есть. И в этом отношении я могу искренне посочувствовать, действительно искренне посочувствовать тем, кто смело заявляет о создании определенного движения. В данном случае это Лешек Сыкульский. И повторяю я это имя еще раз. Лешек Сыкульский. И в Германии тоже есть тех, кто именно этим занимается. И я понимаю, под каким давлением все это будет. Потому что не просто там люди поддерживают или не поддерживают. Ну да, люди слушают, соглашаются, но политически инфантильно не выйдут на демонстрацию в поддержке. И создание любого движения на сегодняшний день враждебная страна Польши. По отношению Польши такие мысли у многих и у политиков в России. И с точки зрения, давайте так, страна НАТО, поставляющая оружие, которое должно убивать русских. Оно же не должно на сегодняшний день, мы уже четко можем это сказать. Обратиться к Бельгии, например. Целью поставок оружия является что? Защита Украины или убийство русских? Это две разные вещи. Когда бельгийское оружие на территории Российской Федерации у террористов было в руках. Бельгия как? К лобильному Зеленскому обращается и говорит, ну что, господин президент Украины, у вас там все под контролем? Вы же не причастны, конечно, к терактам в России. У вас, наверное, со склада украли что-то, и это что-то появилось в России. Но смешно. Но смешно. Если не контролируют Зеленские поставки оружия, они оказываются в руках у террористов. Смешно, на самом деле. Эти террористы находятся на службе, как по мне, на службе НАТО. Даже не на службе Украины. Они на службе НАТО. Просто, знаете, когда мы говорим о вторичных поставках и серых схемах, как нужно, я думаю, многие автолюбители сталкивались с этим, когда нужна тормозная колодка, когда нужен какой-то тоненький шнурочек, который связывает тахометр с колесом, когда нужна какая-то запчасть, как ее из Германии, от Фольксвагена или БМВ получить в России. Да очень просто. Аж смешно. Через Армян. Через Армению. Ну, многие знают это, многие сталкиваются, и в интернете можно заказать все. Ну, длится два месяца. Ну, подумаешь. Ну, на складе нету. Это серая схема. А теперь у меня к вам вопрос. В этой серой схеме существует, например, действительно, юридическое лицо в России, которое вам предоставит этот маленький элементик, который вам нужен как автолюбителю. В этой схеме какая-то фирма в Армении, какая-то фирма в Турции, какая-то фирма в Узбекистане, оттуда какая-то фирма в Германии, только потом есть тот, кто производит это. И вот по этой схеме между тремя-четырьмя странами идет упаковка или посылка, растамаживается, затамаживается, в другую сторону зашло, растамаживается, затамаживается. И, в конце концов, российский автолюбитель получил товар из Германии. Главное, чтобы он не был там двойного назначения, чтобы никто не нес уголовную ответственность. И вдруг у нас в Евросоюзе заявление, а вот нужно в одиннадцатом пакете санкции против России, а также двенадцатый, который интенсивно, практически уже доработан, который проанонсируют месяца через полтора, но он уже доработан. Основной акцент идет на то, что должны быть спецслужбы, которые занимаются отслеживанием серых схем и тех не только юридических лиц. Потому что фирма-однодневка, я думаю, многие, кто это понятие знает, это в Европе оно чуждо, а на территории бывшего Советского Союза страны СНГ прекрасно понимают, что такое фирма-однодневка, зачем она делается. И вот проблема, и европейцы уже это осознали, не в фирмах-однодневке, которые там неимоверные списки создавать, там по тысяче фирм, тем более, что украинцы большие профессионалы в контрабанде, в схемах, они объясняют, что, как правило, за схемой фирма-однодневка ничего не значит. Значит, бизнесмен, который это наладил. И вот поиск этого бизнесмена, это основной акцент 12-го пакета санкций. То есть уже физические лица должны быть атакованы, выслежаны и прочее. Но смотрите, но тем не менее, ведь схема работает, работает бесперебойно, бесперебойно. По отрезку времени, ну, срабатывает. И все прекрасно понимают, кто в этой схеме задействован. Никто не нарушает закон Аравии и Армении, если это через Армению. Через Грузию, через Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Китай. Потому что как только это все не проходит, бизнес, он сам по себе выживает. Теперь я закрываю предисловия по поводу бизнеса и спрашиваю. Существует клиент А, который хочет у покупателя, продавца, продавца. Вот клиент хочет у продавца закупить оружие. И этот клиент, это подонок, это мразь, это тварь. Простите меня за эмоциональность. Это террорист. Террорист. Этот террорист, притом этот террорист еще фашист. Он нацист. У него идеология, у него ненависть. Страшно, когда нацисты говорят на русском языке. Страшно говорить с ними на одном языке. Знаете, вот честное слово, легче, когда ты его не понимаешь. Ну, легче просто. А он говорит на русском. И вот этот вот клиент, нацист, террорист делает заказ у производителя. И говорит, а я бы хотел иметь бронемашину французскую или бронемашину легкую немецкую. И точно так же включается серая схема. И когда мы говорим о серой схеме для какой-то там веревочки или тормозной колодки для автолюбителя. Ну, кажется, все так. Знаете, ну, действительно, бизнесмены, ну, выживают, как умеют. Не первый раз в жизни челночники существуют. Господи, со всем этим знакомы. А это государство. Посредник. И государство-посредник террористу поставляет по серым схемам оружие из Бельгии. И его находят в России. И в этой серой цепи два государства помогают террористам.